Прежде чем обсуждать практическое задание, давайте с вами разберем два таких вещи как CRUT и DAO. CRUT это сокращенное от английского аббревиатура сокращения от CREATE READ, UPDATE DELETE, то есть это создание, чтение, обновление, удаление. Это в переводе 4 основных или базовых функций используемых при работе с хранилищами и базами данных. CREATE это создание, READ это чтение, когда будете учить SQL это INSERT SELECT, редактирование UPDATE в SQL тоже UPDATE, удаление DELETE, DELETE. То есть в основном зачастую базово просят реализовывать вот этот набор функциональности. И в основном мы это с вами будем реализовать в DAO. Что такое DAO? DAO это Data Access Object. Это паттерн такой. Паттерн это шаблон. Помните мы с вами учили шаблон SINGLETON. Когда-то давно. А этот другой шаблон называется DAO. Data Access Object. То есть что такое паттерн или шаблон? Это рекомендации как писать классы или интерфейсы для реализации какой-то конкретной задачи. Вам надо реализовать какую-то задачу. Для реализации этой задачи удобнее всего писать вот так. Ну или одна из рекомендаций вот писать вот в таком виде. Это называется шаблоном. То есть мы помните с вами когда про шаблон SINGLETON говорили, что одна из реализации данного шаблона использование приватных конструкторов. Вот и сегодня попробуем с вами рассмотреть даже поиспользуем шаблон DAO Data Access Object. Это объект, который предоставляет абстрактный интерфейс какому-либо типу базы данных или механизму хранения данных. Определенные возможности представляются независимо от того, какой механизм хранения используется и без необходимости специальным образом соответствовать этому механизму хранения. То есть у нас есть объект, который является посредником между нашими с вами объектами, которыми мы оперируем в нашем приложении и каким-то хранилищем. И мы не заморачиваемся, как в этом хранилище оно лежит. В принципе главной задачей DAO это построение именно связи между реляционной и объектной моделью данных. Мы с вами сегодня с реляционными типами представления данных работать не будем, с реляционными базами данных работать не будем. Будем с ними с вами работать позже, например, в мае сфере реляционная база данных, где все хранится в табличках. А мы с вами привыкли объекты хранить как объекты, да, то есть объект это что-то одно целое, да, объект какого-то класса. Так вот иногда этот объект может храниться в разных табличках. То есть нету такого, что вот объект, и это, вот мой объект, это строчка в одной табличке. Второй объект это вторая строчка в табличке. А может быть так, что объект, а для его хранения используется 5 строчек в разных табличках. Так вот, как вот этот объект засунуть в 5 разных табличек? Вот этот процесс объект, 5 табличек. 5 табличек оттуда достать и получить объект. Вот как эту связь реализовать? Вот для этого используется доохи. Дооха это изначально это интерфейс, который реализуется каким-то классом. Из этого класса создается объект и объект умеет решать вот эту задачу. То есть мы ему говорим, мы одному из его методов говорим, положи этот объект в базу данных. Он говорит, окей, все положил. Как он это сделал? Ну как-то сделал. Это мы раньше написали, логику всю. А когда мы этим пользуемся, нас это особо не интересует. Мы говорим, вот есть метод, я ему даю объект, объект раскладывается правильно в базе данных. У меня есть метод вытащить по ID. Я говорю, read human id такое-то. Опа, мне объект вернулся. Он отправил правильный запрос в базу данных. База данных погудела. Я вернула ему данные. Он на базе этих данных создал объект, мне вернул уже готовый объект. Вот это задача доошки. То есть она как бы посредник между вашим объектом и способом его хранения. Вариант баз данных много. SQL, NoSQL. Сегодня вы будете пытаться написать свою in-memory DB. То есть база данных непосредственно у вас в памяти. Ясно? По что такое крут и доо? Ну вообще-то в любой доошке должны быть реализованы крут операции. То есть доошка должна уметь создавать, читать, апдейтить и делить. Ясно? И мы с вами будем, вы сегодня будете, in-memory storage делать. И в задании вы это, наверное, прочитали. То есть вам надо, ну, не весь прототип посещения библиотеки написать, но написать вот эту часть, вот это все. То есть в будущем в вашей системе могут существовать множество пользователей, которые могут брать неограниченное количество книг. Да, поэтому, то есть, когда мы сейчас создаем уже базу данных, мы создаем классы, то они должны как бы учитывать основные требования, да, то есть так, чтобы нам потом не пришлось переписывать. Мы должны понимать, что потом будет происходить с объектами, что будет храниться в базе данных и как мы этим будем всем пользоваться. Значит, в системе существует множество книг, которые, соответственно, могут быть взяты разными пользователями. В системе существует отчет по использованию библиотечных книг. Отчет содержит в себе информацию по книге, то есть по пользователю, который взял данную книгу, и дату аренды взятия книги. Вот это то, каким функционалом в будущем будет обладать ваше приложение. Дальше, что вам нужно создать? Классы с полями. Юзер, у которого будет ID, Name, логин, логин, пасворд, день рождения и лист книг, который он взял. Будет книга, в которой будет ID, автор, название, каунт. Что можно еще считать каунтом? Наверное, количество страниц. Кубок, нет, так у объекта, у одной книги какой-то каунт. Наверное, страниц. Может, сколько раз ее брали, скорее всего. Юзерс, пользователи, которые ее брали и репорт. Тут, может, в листе хранится, наверное, история, какие пользователи болгал книги, а здесь, какие пользователи брали эту книгу. И репорт. ID, по какой книге, юзер, дата взятия и дата возврата. Ну, наверное, какие на руках. Ну, скорее всего, какие на руках, а это все юзеры, которые данную книгу брали. Дальше, создать прототип базы данных память, in-memory. То есть, вы должны делать класс, который сможет хранить все вот эти сущности. То есть, класс, который сможет хранить юзеров, буков и репортеров. Дальше. Предоставить интерфейс и его реализации для данных сущностей из пункта 2, при этом соблюдать все условия спецификации пунктов AVM данный интерфейс должен содержать все CRUD-операции работающие с in-memory датабэйс. То есть, вы, прежде чем создавать базу данных, для этой базы данных, должны написать интерфейс. Пишите интерфейс, в котором объявляете вот эти CRUD-операции все. Потом создаете класс вот это in-memory database, внутри которого вы будете использовать generic хранилище данных generic storage, который типизирован. В этой generic storage в качестве хранителя будете использовать массив. ну и опять же должны быть реализованы CRUD-операции. Перечень предоставляемых сервисов сервисов. сначала обсудим вот это, а сервисы обсудим чуть позже. То есть сервис, ну давайте сначала разберем это, а потом перейдем к сервису. То есть, смотрите, в первую очередь вам нужно создать generic storage. Пододел третью домашку. Вот, там тоже что-то было наподобие generic storage. Ну, generic storage на базе массива. И это тоже. generic storage на базе массива. То есть, класс, внутри которого есть приватный массив. и есть методы по добавлению элемента, получению элемента, замене элемента и чтению. Обновлению, удалению, созданию. Вот, три базовых операции у вас должно быть. Да. Причем, смотрите, на что обращаю ваше внимание. То есть, вы создаете generic storage. В generic storage есть массив. И вы, когда будете создавать объект generic storage, вы будете его типизировать юзером, букхом или репортом. То есть, в этом вашем generic storage смогут храниться юзеры, книги, репорты. Дальше. Смотрите, у каждого юзера есть ID, ID, ID. И у вашего generic storage должен быть метод по возвращению юзера бука или репорта какого-то объекта по ID. Но когда вы будете создавать юзера, какой ID ему присваивать? его лучше вообще не присваивать. То есть, вы создали юзера и говорите положить его в базу данных. Метод например, у вас там add будет возвращает вам ID, под которым он положил его к себе в базу данных. В качестве ID можете использовать порядковый номер элементов массива. и сразу же вы говорите положили юзера он вам на тебе ID. О, моему юзеру присвоили ID. У этого же юзера этот ID. Можно так? Не, вы можете создать с ним поработать и потом положить. То есть ID это чисто для базы данных. Так пользователю ID особо удобно. В реляционных базах данных то же самое. Желательно сделать анкро авто инкремент ID Primary Key и чтобы этот ID вам присваивала сама база данных. А после того, как присвоила вам его вернула. Моему пользователю которого я положил в базу данных присвоили такой ID. Я знаю под каким ID его положили. Могу в объект пользователя его и записать уже. Ясно? Вот тут два варианта. Можно просто сделать так, чтобы не обязательно что ID будет всегда в большую сторону. Можем пользователя удалить и когда писать нового мы не сможем сказать перебери мне все элементы. Нет. Когда писать нового написать его на место которого удалили и вернуть ID. он переиндексирует все элементы. Мы если из середины рейлиста что-то удалим, то у всех недвижащих поменяются индексы. это часто делают на базе всяких карт где есть ключ и значения. Но мы этого еще не учили. А зачем? они в массиве скорее всего хранят. Они не в массиве это хранят. Они хранят мост в карте и этот ID. как ключ для карты. мапы еще не учили. Да, можно. Просто тут единственное потом будет искать элементы сложнее. Тут к нам приходит ID. Мы знаем, этот ID соответствует индексу в массиве. Мы его быстро найдем. А так мы говорим оп, нам пробежать по всему массивчику. Тут два варианта. Здесь мы каждый раз новый ID. Но искать нам будет их сложнее. Здесь мы говорим давайте возьмем массив и у нас ID это будет четко элемент в массиве. И мы быстро будем находить пользователей. Скорость работы увеличится. А мапу мы выучим потом это переписем. Так можно базу потом забить мусором. мусором. В массиве ничего не смещается. Мы налом затерли и все ячейка пустая. Потом говорим добавить нашли следующую пустую ячейку кинули туда в пользу. Ну я думаю да. Ну долго добавлять будет. Там можно просто переменную которая будет хранить следующую пустую ячейку. Индекс. Это уже такие оптимизационные вещи. То есть мы сейчас тренируемся работать с дженериками. То есть мы делаем дженерик сторидж. То есть делаем класс который сможет объект то есть дженерифицированный класс который сможет себе в принципе хранить любые объекты. В нашем случае это будет юзер бук и репорт. Потом с использованием этого объекта этого дженерик сториджа мы сделаем InMemoryDB где будет три объекта дженерик сториджа то есть дженерик сторидж юзеров дженерик сторидж бук дженерик сторидж репортов. И у этого InMemoryDB будут методы которые позволят нам достать юзера достать бук достать репорт. Понятно? Для дженерик сториджа нужен интерфейс нужен класс реализовывающий для InMemory Database тоже нужен интерфейс нужна реализация что мы такое писали Вопросы? Вопросы? Потом вам еще нужно будет сделать класс сервисы которые ну давайте до сервисов доживем сервисы в принципе с дженериками особо не связаны которые позволят вам добавить пользователя удалить пользователя добавить книгу удалить книгу найти книгу взять книгу вернуть книгу история по книге и история по пользователю начинаете делать это там посмотрим как у вас это пойдет вопросы по вот этой части смотрите еще что хотел вам показать такой удобный механизм можно создавать UML диаграммы пробовали UML диаграммы диаграммы например делаем пакет 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 задание 3 здесь например я хочу создать диаграмм диаграмм java класс диаграмм назову 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 UML диаграмм вот появилась моя UML диаграмма включая включая что я все вот это хочу видеть она отображала щелкаю правой кнопкой говорю new например интерфейс name говорю да у пакет ну давайте напишем ua pz3 .dao pz3 ok да вот интерфейс поздал теперь говорю что хочу сюда добавить методы методы мы говорили что у нас должны быть здесь методы create read create нет create я говорю хочу создать метод create интерфейс надо было сделать типизированным смотрите вот у нас создался этот интерфейс давайте давайте здесь мультипизируем метод и мы можем возвращаем их данных и параметры метод будет называться create тип и возвращаем их данных будет long мы шайд не будем возвращать параметр и будет type и и и как назвать элемент и long create и элемент и еще модификатор доступа и и мы что появился метод теперь могу сюда добавить еще new метод смотрим что у нас там по заданию еще должен быть метод read окей делаем метод read возвращаем мы type и параметр type long name id добавить вот read добавили в чем смотрите теперь я когда смотрю у меня пишется автоматом заготовка то есть вот есть интерфейс доо параметризированный у него есть абстрактный метод create абстрактный метод read перехожу обратно в свою диаграмму могу здесь потомка создать view класс сейчас сейчас вот 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 этого его унаследовать я хочу этот интерфейс реализовать класс создаете класс должен же предлагать там связать так можно но хочу давайте теперь конкретную реализацию у нас с вами есть юзер делаем юзер доо то есть реализацию доо для юзера доо доо импл доо 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 Zion то есть вот смотрите я создал класс хочу показать теперь беру от него стрелочь не тяну линию на доо отпускаю он говорит генерировать методы Он говорит, вот эти два, я говорю, да. Он говорит, окей. Вот установилась связь между интерфейсом и классом. Иду в User.do и вот, пожалуйста, появилась реализация методов Create.Reed. Единственное, что класс.do у нас дженерифицированный. Давайте напишем, что юзером. Ида. Дженерифицированно. И, то есть не юзером, здесь и пишем. И здесь мы уже не object пишем, а и. Здесь и. То есть. А. Не надо. Да, то есть юзер просто пишет. Юзер. Здесь юзер. А, и здесь пишем юзер. Вот так. Юзера нету еще. Поэтому ругаются. То есть, вперед. Вопросы. Ну, создать юзера надо. Тоже надо создать сначала пакет. А, юзер будет в модели. Тоже надо создать сначала пакет. Юпэкэдж. Модель. Этого юзера. Креет класс юзер. Создаем его в модели. Создаем gиналитет. Ёзер. Продолжение следует... Создать. Добавить. Да, 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 да. Смотрите, мы с вами потом будем рассматривать... MVC модель. Сейчас мы только начинаем, как бы часть ее трогать. Так вот, все данные относятся к типу модель. Есть модель контроллер вью. Контроллеры это будут сервлеты. Вьюшки это будут GSP. Поэтому юзеры книги и репорты вложите в пакет модель. Ваши доошки, интерфейс, вложите в пакет доо. В пакете доо еще должен быть пакет implementation. Здесь будут реализации доошек. Доошка для юзера, доошка для бука, доошка для репорта. И вот эти доошки из базы данных должны будут получать уже соответствующие элементы. То есть, зачем нужна доошка? Мы можем реализацию доошки сделать для нашей встроенной базы данных, а можем сделать реализацию доошки для SQL базы данных. Непонятно? Мы сказали, что к базе данных будем получать доступ через доо. Мы с вами также говорили, что когда делаем ссылочные переменные, пользоваться конкретными типами плохо. Поэтому мы не будем писать юзер доо, юзер доо равно new юзер доо. Мы будем писать доо, типизированное юзером, юзер доо равно new, а вот какой объект мы создадим, как бы с той базой данных мы будем работать. То есть, у нас может быть реализация интерфейса доо, например, для MySQL, реализация интерфейса для о, для Oracle, и реализация интерфейса для о, для нашей встроенной базы данных, ну, InMemoryDB. То есть, теперь вам что нужно сделать? Создаете вот эти классы, потом создаете GenericStorage, потом создаете InMemoryDatabase, а потом создаете интерфейс доо, и для интерфейса доо пишите реализацию UserDao, BookDao, BookDao и ReportDao. И уже в этих классах пишите логику, как вы будете обращаться к базе данных и получать оттуда конкретного пользователя. Ну, для вот этой базы данных, для этой базы данных, да. Потому что у нас там объекты уже хранятся, да. А вот если, когда мы будем для MySQL писать, нет, там запросы будут другие. Вот с MySQL доложки сложные будут. То есть, например, чтобы вытащить книгу, нам нужно еще вытащить юзеров, которые лежат в этой книге. Чтобы вытащить юзера, нам еще надо подтянуть и подтянуть репорты. Чтобы вытащить книгу, нам надо подтянуть юзеров и подтянуть репорты. Для вас обязательно надо подтянуть парк. Немножко на Hudson water. Чтобы вытащить книгу, чтобы вытащить книгу, específic conn DuckT��ook. Конúsica Я concильнику. Напал. Партамент. Я устанавливаю книг. Немножко нового вида. И сами crunchy сырelia Эта позе. Партамент. давайте начинать и через минут 10 поотвечаю на ваши вопросы то я говорю говорю смотрите вот есть например проект как его положить в см-репозитории во первых нужно зайти свойства ключик нажать здесь есть subversion вот здесь убрать галочку use command line клиент если она была если она была и обязательно убрать дальше идем сюда он уже у меня подключен к своему репозиторию выбираем импорт into version control импорт into можно импорт into version control давайте новый проект создам который точно никуда не подключен new project здесь давайте обычный джава иду в настройки и и и здесь version control здесь subversion вот здесь убираю галочку use command line client apply ok vcs здесь enable version control integration выбираю здесь subversion нажимаю ok возвращаюсь в vcs subversion share directory здесь выбираю репозиторий программы тренинг разворачиваю есть уже этот список то есть если нету репозитория вот тут нажимаете добавить и пишите орак алакеды мерфью а и свн шифр группы плюсиком разворачиваю выбираю экзампл внизу ставлю точечку напротив экзампл имя проекта ну да экзампл это как бы а вы выбираете ваше имя дальше свн тест шея но тут неважно 1 7 окей происходит привязка проекта к репозиторию нажимаю окей дальше vcs commit changes нажимаю нажимаю commit все проект загружен на репозиторий я это записал в конце сегодняшней записи можете посмотреть на этом запись я закончу и подойду к каждому подскажу кому что не понятно что